И мы возвращаемся, дорогие друзья, на шестнадцатый сезон D2CL. У нас продолжается матч у NT Luna Gaming. У NT выигрывают 1-0 в Best of 3 серии. Им осталось выиграть всего лишь одну карту, чтобы пройти дальше по нижней сетке. Ну а Luna Gaming в шаге от того, чтобы вылететь с нашего турнира на самом его старте. Luna Gaming спидранит турнир просто. Вот, они в сетку узеров попали. Они часто так делают. С предпоследнего места. И теперь, короче, в узерах тоже спидранят. Возможно, они, кстати, сейчас еще карту возьмут. Так чисто, по кайфу, чтобы не так быстро заспидранить. Немножко все-таки времени эфирного залутать. А потом, в принципе, уже можно и домой вполне себе спокойно. Благо, они уже дома, даже двигаться никуда не надо. Да там все дома. Ну, я и говорю, все дома, по кайфу. Все сидят и чилят. Чего нужно поменять Luna Gaming на второй карте? Кнопки надо поменять. Игроков, возможно. Ничего. Ничего не надо менять? У тебя все устраивает? У тебя все замечательно. У меня все устраивало. Ну, отлично. Так. Что тут? Господин Ёжик, вы будете обновлять цвета лосс? Да, буду. Я предлагаю вам сделать батл. Кто за год делает больше смены волос? Я намного реже сейчас крашусь. Я сейчас намного реже крашусь просто в сравнении. Насколько рекорд был примерно за сезон? Ну, типа, стабильный. Раньше я крашился раз в месяц. Сейчас я крашусь раз в два месяца, теперь я там два с половиной месяца. Так что считай, что у меня за сезон был рекорд 12 раз за 12 месяцев. Понял. А у тебя ежина? Ну, у меня где-то я раз в три месяца крашусь. Понял. Ну, вот, видишь. Так что я заочно победил. Просто если мы будем ставить батл, то мы оба останемся без волос, скорее всего, в ближайшее время. Потому что они просто выпадут. Ладно, друзья, вы тоже можете отправлять вот такие вот сообщения в наш чат Dota2Ruhab в ВК. Заходите и пишите всякие мемы. Мы их, естественно, прочитаем. Ладно. Ждем драфта. Ждем. Посмотрим, что там пацаны напикают в этот раз. Потому что драфт у Луны был хорош. Это то, на что можно смотреть и наслаждаться жизнью. Ты смотришь, хороший драфт. Приятно. А потом он не нажимается. Ну, как бы, не нажимается, не нажимается. Зато драфт хороший. Вот, красивый. Напикан по мете, по идеям, всем остальным. Не знаю, мне вот этот пик Мираны в Тер-2, там, Тер-3 Дота-сцене, он вообще мне не нравится. Ну, не умеют ребята вот так двигаться, как это делает. Ну, как это Тер-1 коллективы делают, да. Не только Тундры. Я думаю, там, Мирану можно многим коллективам дать, с которым тоже будет хорошее исполнение, опять же. Вот этот микс смоков с Монлайтом, опять же, как ты на лайнинг свой стоишь, под каких персонажей ты эту Мирану пикаешь, там, да. Именно какой смысл вообще от Мирана ты хочешь по игре? Ну, здесь не до конца все понимают, да. Я думаю, предел — это стрела под связки. Вот, то есть пикаешь Эмбер Спирита под подмолк, ты доволен жизнью, и вот она тебе связка. Лершака твоя индикация, перспективный герой. Вот, тут надо это, пометьте эти, лоси-пуля. Вот, и поехали. Лоси-пуля, первые два пика. Пуля — это снайпер-то именно? Да, да. Понимаю. Это что, у нас исключительно это название было. Хорошо. Егорыч увольняли с аналитики, если он не скажет пуля, примерно раз в 200. За один эфир, за одно включение. Жалко, что я не смотрел, потому что нигде было. Энигма, тем временем, появляется от Луны. Энигма — таск. Ну да, да. Опять герой с рейфпактом. Вот, кстати, справа единственный герой, который сейчас в мете у нас видел ося, который при этом всем не собирает рейфпакт на позиции 3. Казалось бы, да. Вот, можно было бы запихнуть в него, конечно, но оказывается, что он сильнее. Да, агрессивная тройка, вот, которой хватает дэмэджа, да, опять же, при, ну, хорошем лейнинге, ну, четверочка типа от Марси, нужно было, ну, как раз то, что секреты показывали с этим шоком. Вот, ну, вот на этом герое можно не собирать рейфпакт, потому что ему дэмэджа хватает, чтобы перебить вражеский, как раз, рейфпакт в драке. Есть ответ на энигму сразу же. Да, энигма сейчас — это не про Блэкхол. Ну, то есть она про Блэкхол, конечно же, в конце, но в целом, если ты перекрываешь ее салом, а ты, понятное дело, это делаешь, скорее всего, или рубэс какого-то пикаешь при желании, если ты совсем откровенно жесткий четверочка, там, да, имеешь какой-нибудь опыт, типа, там, не знаю, саксы. Вот, энигма здесь, опять же, просто для того, чтобы собрать рейфпакт, запушить тавер, потом зачилиться, потом, возможно, собрать какие-нибудь артефакты прикольные для еще больше команды. Для кора, ну, бафы все, бафы. Да, 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 вот, поэтому, ну, есть глобал, нет глобала, ждешь-сидишь, когда глобал нажмут, потом нажимаешь Блэкхол, если вдруг что. Ну, вот, мы уже тысячу раз видели, что не всегда работает, к сожалению. Сайленсер не жмет глобал, пока энигма не жмет Блэкхол. Да, или энигма видит сайленсера, влетает в него, или находится Шторм Спирит какой-нибудь, Эмбер Спирит, Вод Спирит, и вот это вот все, которое влетает сугубо в сайленсер, убивает его, и потом уже Блэкхол нажимается, и все такие, типа, кайф. А у сайленсера, конечно же, Бэбэка нету, потому что стоит у него 300 рублей, но он купил себе веточку. Вот, и поэтому, сорян. Лаки Бранч, это тот самый. Так, ладно, Луна Гейминг. Нужно что-то отправить в бан. Опять же, все по метею. То есть, Нага Сирена в бане, Тинни в бане, Марси в банлисте. У НТ, в принципе, тоже ничего нового. Каких вот новых персонажей ты хочешь здесь увидеть? Вот именно, чтобы вот кто-то какую-то фигну прям забанил, такой, опа, Рикки сейчас в бану едет. Не, ну, понятное дело. Такого не будет, тут именно будут все... Но будь тут Роджер в одной из команд, был бы и Рикки в бане. Не факт. Или Рикки. Был бы тут Дахак, был бы в бане. Что, Бэтрайдер? Бэтрайдер? Бэстмастер? Пуля. Что-то еще было великолепно. Пуля была у Мидера, у Ларва. Нет, у Дахака тоже был. Две первые сигны, это его тут мощные-то. Бэтрайдер и Бэтмастер. Да, первые дни групповой стадии от ББ были самыми крутыми. Причем, честно скажу, мне кажется, что если бы они продолжали вот в эту всю тему гнуть, они, возможно, даже и выиграли. Рано или поздно, да. Не знаю, ну, с таким подходом, играли бы они в дефолт, они выступили бы на порядок лучше, они вышли бы из группы. Вот просто в полноценный дефолт играешь через там имбовых, те же самые, да, снайперов-лишаков, которые играли там всю групповую стадию. Спокойно вообще. Так они и так через снайперы играли просто на миддл. Типа у них приколы творились на сейф-лене, не хватало какого-то героя типа Паджика, там, знаешь, под снайперы хотелось... Под снайперы что-то хочется типа не фуриона иметь обычно, да, то есть герои, которые типа поплотнее, которые более утилитарные. Семи-танковые. Да, да, семи-танковые. Вот, и Пуджарок смотрится, например, прикольно. Почему господин Дахао не играл на этом герое? Ну, это, ну, это, конечно, вопрос сугубо к Никите, к наигранности этого героя и к уверенности в собственных идеях, потому что, будем честны, если бы ББ были бы командой, которая пикает то, что пикают другие, то она не была бы ББ, да, это было бы просто очередное унылое то же самое, как и у всех. Зачем нам это надо? Нам же нужно, чтобы у команды был какой-то характер, какой-то свой подход к доте. И он был. Жалко, что не сработал, но зато было интересно посмотреть. У Луна Гейминг тоже есть свой характер. Они пикают парки. Да никакого своего характера. Паджик, Тускарер, Энигма — это классический драфт на любом турнире сейчас. Ну, понятное дело. Нет, я просто про то, что они парни с характером. Окей. Героев с иллюзиями мы отрезаем, да, опять же. Наверное, вряд ли они здесь будут появляться. Там и так Нага в бане. Ну да, Нага в бане, Террор Блейд, Ланцер — это все. Наверное, будет отсутствовать здесь, потому что не хочется этого. Этих... Да, берем Найкса прямо сейчас. Не паримся. Ланцер жрет нормально. Он жрет его. Из минусов в блокхолл неприятно. И перчатка неприятна, потому что сквозь БКБ тоже работает. Но базировано с крутым шардом. Жрешь одного, жрешь второго, жрешь третьего. И нормально. Все это под Лишаком выглядит хорошо. Особенно учитывая, что Лишак обожает, когда он долго живет. А если вдруг его начинают пробивать, садишься в него, вы вместе бегаете, горите, орете, вылезаете обратно. Отжирается с блустончиком. Очень хорошие баны сделала, кстати, у НТМ. Именно все герои, которые очень крутые против Лишака стоят. Ну, Лина против Лишака стоит великолепно. Пуля стоит тоже неплохо. Ну, и Зевс там издалека тоже подспаривает. Это Лиши мидл получается. Да. Из-за того, что Дум 3. Потому что Лишу можно было и на 3 поставить, почему бы и нет. Не, ну в теории могут и Дума в 4 взять. Это они типа... Какой-то тройка. А зачем? Нет, Дум 4 это фри-фарм для Пуджа тотальный. И на самом деле, честно говоря, Дум 3-то и не то, чтобы создает какое-то напряжение против Пуджа. Он вообще не создает напряжение. Один из главных пунктов, да, по поводу Дума, это то, что он играет сюда 50 на 50 линию. То есть он просто фармит свое через 2 армидас. Противник фармит свое. Ты просто, скорее всего, добегаешь до более быстрых слотов, но ты не создаешь никакого вообще контеста на линии никогда. Вот. И белка еще четверка. Прикольно. Дум сильный сам все. Мне это очень понравилось. Это изменение Ганима, да? Когда я его сделал. Да. Уешь, можешь кидать его куда угодно там просто. Изменила ситуацию совершенно для Дума, потому что к Лейту у тебя постоянно всегда линкен-сфера плюс Лотуса, и ты просто сдалбливаешься искать себе цели. Особенно если у тебя есть рефрешер, это два Дума надо повесить. И ты такой, да тебе так впадлу. Тебе вообще невозможно кого-то убить, невозможно никого задумить. А тут Эмба. Это есть как сталкер. Просто у тебя бегает такой. Ну, хороший герой и в определенных руках, в определенных ситуациях. То есть он очень крут именно тем, что он все-таки не подо все подойдет. И это круто, потому что, ну, не задолбало смотреть на одинаковую бруду с рифпактом. Ну, и подобных универсалочек, которые ты на фестпик просто берешь и не паришь. То же самое с Лешаком. Дум все-таки он реально под определенный сетап. И теперь Энигма, даже если дожидается, когда глобал заканчивается, все равно на нее садится Думчанский с аганимом и, соответственно, бегает вокруг нее и Делончиков. Вот. Плюс ЦМка, дефолтный герой. Суперсильный лайн, кстати, ЦМ Путш. Вообще нереально жесткий, особенно учитывая, что Фросбайт качается на первом. Да, сильно лайн можно убивать. И Белку можно убивать, и Дума. Да. Дума проблема, что у нее там с арморчиком не очень все. Слушай, сейчас с армором сколько у нее? Пятерка, по-моему, в первом левле. Через кольцо будет играть. Вот. Даже вот без кольца у него, по-моему, пять сейчас дефолтные. Нет? У него раньше не было, и вообще ноль армора было. Ну, может, четверка, да. Не так смертельно хотя бы. То есть, скорее вопрос-то в том, что кто переживает? Какая тройка переживает Хука под Фросбайтом плюс Рот? Никто. Вот, а я об этом. Ну, Банша, ладно, с сифонами. Переживаю. Ну, опять же, с третьего, со второго нет. Да, да. Вот. Но, короче, не так много трое, которые подобные вещи могут пережить и под такое не подставиться. Поэтому Бельчонок будет должен держать на линии. Вот это один из самых отвратительных сетапов, когда ты четверка, которая не может с пылы кидать. Которая должна держать свои с пылы, пока противник свои с пылы не завязает. То есть она должна сидеть и ждать, пока будет Фросбайт хук, и только после этого кидать кедр за цепу. Там даже не так это будет работать. Если ты будешь Фросбайт хук делать, то тебе будут всегда уходить персонажи. Ты просто будешь видеть Думу, которая будет подходить к крипам и пытаться добивать. Думу нужно держать на дистанции. Всегда Пуджа. Ему нужно выпуливать крипов на себя и там где-то добивать на каком-то определенном ренже. Потому что если он будет походить к Пуджу вплотную, будет включаться рост, он будет бежать на него под Нову. И как только будет влетать какой-то дизейбл, привязочка от Белки, у тебя будет после этого кидаться колба издалека, потому что это все будет влетать в Пуджа. И после колбы уже будет влетать хук. И будет Дум на регулярной основе умирать. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным. Давайте подумаем про единицу для ОНТ. Какую-то против данных героев, которые есть. Мне нравится, что мы с тобой так рассуждаем. Вообще сложно, да, где кто-то кидает Нову грамотно, а вторые отвечают типа с вашбаклом, там рот нажимается, хук нажимается под форсбайт, а потом мы вспоминаем, что это лунный гейминг. И ты такой типа... Ну, скорее всего, оно так работать не будет, если они кнопки будут продолжать так же нажимать, как в предыдущей карте. Но если реально поменяют свой подход и все-таки сосредоточатся, то, возможно, все-таки получится хорошо реализовать суперсильный лейн в виде Пуджа. Ну, хочешь уверенно сыграть, бери Вайда. Ну, прям вот, играй в лейт. И по поводу... В поздний, да, пацан, сорной лейн, плевать вообще. Ну, он всех убьет здесь. Это рано или поздно. Смотришь героев, которые слева находятся, на рампу нечем заходить, они просто как бы не особо товара будут бить. А что, если Ташку взять? Тупо под темп развалить раннего Рошана с Лишаком, Думом забираешь, идешь... Можно в активных героев сыграть, типа, да, Манки Кинг, Урса... А Nike все еще, кстати, не в бане, если что. Все еще очень круто. Они просто на таймере будут, если вот я думал... Бить без таймера. Не-не-не, Ташка, Ташка. Если они Ташку возьмут, они на таймере просто... Окей, ну, на их соберем и не паримся. Ага, я понял. Та Керри Дум. Та Керри Дум, Тайт Кантер Белка, тем более. Очень крутой лайн. Путш страдает на таком лайне, неприятный. Да. Остается мидер для Луна Гейминг против Лешего. Ну, кстати, Пуджа можно свитчнуть, да, если там Ори играет на мидере. Вот. Опасно. Портель Шака может его все загнобить там. Может быть. Ну ладно, может, тогда не свитчить, короче. Тогда берем... Что, Панга? Панга в бане? Панга в бане. Что еще осталось? СФ в бане из таких героев. Лина в бане, Диус в бане. Слушай, а вообще реально героев-то не осталось. Будь спирит какой-то, но это фигня. И Брид Спирит остался, но тут много сала и контроля. Тебе не очень хочется брать такого героя. Но, с другой стороны, тебе плеймейкер нужен, потому что здесь маловато. Мне кажется, тебе нужен какой-то деможивер, который будет рукой бить. Окей, какой? Сайпер в бане просто. Опять же Дашка. Морфинг? Морф, кстати, на мидл вот. Можно попробовать. Должен быть исполнитель. Хоть какой-то на морфинг. Понятно. Фудш мидл, да, походу? Да, походу. Фудш мидл. Стейплейн убивает здесь Тайтхантера. Довольно плотно с СМК они просто в зеницу будут выносить по логике вещей. Ну, я знаю. Ну, на линию хороший выбор. Да, вопрос по игре. По Пуджу вопрос. Мне кажется, он может не раскрыться здесь совершеннейшим образом. Опять нечем бить вот эту рампу. Это будет неприятно. Тайтхантера это все будет спокойно защищать вместе с Белкой. Но ты не подойдешь. Ты просто подходишь к Тауру. Кто тебе подходит? Урса битит? Хорошо, давай. У тебя залетает привязка от Белки. Ты теряешь сразу полхп где-то подгашу. Это вред. Тебе нужно убить там 3-4 героя, чтобы спокойно заходить, ломать. В общем, все в драках будет решаться. Так спокойно здесь могут играть до посинения. Да. Окей. У нас есть коэффициенты от наших друзей за Лига Ставок. 1-0-3 на УНТ и 9-60 на Луна Гейминг. На победителя этого матча. Не забывайте, друзья, про баннер под нашей трансляцией. До 10 тысяч рублей фрибетом вы можете себе получить. Да, учитывая, что вы видели в предыдущей карте. Вчера после первой карты No Vision против OneMove. После первой карты от OneMove был 20 кэфф. 1-0-1 против 20. Я 20 кэфф в первый раз в жизни увидел. Нормально. Это получается против OneMove, да? Потому что OneMove сильные. Ну да, да, да. Они выиграли первую карту. И после как раз первой победы, победки еще на серию, был 20 кэфф. Опа, 20 кэфф от Луна Гейминг. Ну, не золото. Не золото. Бывает. Там игра очень была похожа на эту. Давайте быстрый предикт, кстати. Мы так и не сделали по поводу второй карты. Кто больше? Я думаю, 2-0. 2-0. 2-0? 2-0. Ну, типа Луна просто не нажимает кнопки. Значит, нажимай тогда 1-1. Окей. По драфту нравится мне больше у НТ, но потенциал есть всегда с блоховыми камбэкать, да? Потому что так работает Dota. Потому что мы это видели в рамках Thunder Awakening против кого-то. Кого-то. Кто там был у нас? А, ну, Ликвиды вот. Ликвиды, наверное. Да, да, да. Самая зрелищная игра International была. Скорее, да, чем нет. Личности. Че, тебе не нравится собака? Алло. Не знаю. Че-то как-то я когда увидел, я такой... Почему Цемка стала собакой? Резко. С каких пор? Тебе не находишь это странно? Мне опять крутили звук, кстати, и почему-то погромче стало. Я сам ходил, убирал на колонке, чтобы ты понимал. Чтобы было удобно, а то слишком громко. Вот. С личностью, кстати, в Цемке еще не ходил. Когда я играл против, сначала не понимал, что это за герой. Но потом уже привык, нормально, в целом. Я бы сказал то, что она довольно симпатно нарисована. Из личностей, наверное, мне меньше всего нравится Путч. Он у меня есть, но я не играю, потому что мне не нравятся звуки, которые он издает постоянно. Вот. Все остальные личности, по-моему, хорошо сделаны. Ну, и да, еще антимогиния, я помню, потому что на фотке она выглядела просто как девушка из Инстаграма, так сказать. Да. А потом в реальности все было по-другому. Но это зато близко к реальности, да? Близко к тому, что мы обычно видим. Кук, тем временем, под форсбайт на Вайлента. Вайленту больно, печально. Еще и тактим работает, и Вайлент таверния. Связочка работает. Имбатч получает форсблат. Плюс три руны для Уинтек. Казалось бы, да, играешь против ЦМки вместе с Пуджом, пожалуйста, сыграй аккуратно на рунах, потому что парни могут под смоком пойти сделать ФБ. Но нет, и Уинтек ошибается. Я говорю, возможно, что Луна просто сейчас совершенно по-другому взглянет на эту игру. И парни закатают, так сказать, своих оппонентов в асфальт. Ну вот, посмотрим. По линиям у нас Doom плюс Silentер будут стоять против Таскеры, и Enigma 100 ответственны. Кстати, одна из причин, по которым, наверное, не самый кайф играть на Doom, на этой линии я имею в виду конкретно, да, это то, что ты стоишь против Enigma, и ты обычно хочешь доварить линжевика самого первого, но линжевика уже раздувая Ури, точнее, за консюмера. Вот, и поэтому это не так комфортно. Но, с другой стороны, зато стоишь хотя бы не так плохо. Так, ТСА. Здесь страдает немножко от Рейна. От водик. Ой-ой-ой-ой. Ну, на двух крипов. Неплохо тоже. Ну, это тоже норма. Рейнжевика убрали, дизодинаили еще, кроме этого. ТСА даже способный золотал за него. Кайф, короче. Полный кайф. Куропаточ здесь гоняет СМ-ку. Деница. Ну, тяжелая линия, на самом деле, для Тайтхантера может сложиться просто за счет фьюрисвайпсов постоянных. Угу. Супер неприятно. Ну, такое. Тут очень сильно зависит от того, как с пылы будут нажиматься. То есть, одна и другая команда, и одни эти чуваки на линии способны хорошо агрессировать. Вот той же самой гашеткой. Вот, извините, я так понимаю, гашетку не берет на первом левле. А если бы он хотел, то он бы... А, ну, видимо, взял, да, все-таки. Или на втором взял гашетку. Короче, под гашем, если ты понимаешь, что лайн, против которого тебе сложно стоять, будет с, там, четвертого-пятого левла, потому что, понятно, что фьюри появятся уже более глубокие, да, намного серьезнее будет дэмэдж проходить. Вот, урсы. Тебе надо с самого начала начинать дабить. Таким образом, ты размены просто выиграешь. Вот, сможешь динать больше крипов и так далее. И тебе надо просто в тупую выдушить. Посмотрите на хп, да, урсы. Вот это размены. Потому что Тайтхантер понимает, что размениваться нужно прямо сейчас. Валент пошел куда-то под землей, но при этом получает в ответ Малифайс. Еще и шарды прекрасные по Валенту. Валент пытается отойти, размансовать в лесах и выживает при этом. Да, да. Ну, хп 820 у героя, да, все-таки не так легко пробивается. Несмотря на то, что Серега говорил о том, что у него проблемы по армору. Но все-таки в нынешней версии доты у Думы все не так уж плохо. По этому поводу. Тем временем вот-вот, вот-вот, вот то, о чем я говорил. Что урса, типа, на драфте смотрится как будто бы герой, который хорошо стоит против Тайтхантера. Но на самом деле, если мы говорим о том, что Тайтхантер вменяем и понимает то, что ему надо первые два-три левла, короче, просто добить, то он может выиграть и дотлайн в самом начале. Потом все равно снова будет печаль, да, потому что урса все равно доберется до своего, там, пятого-шестого. И вот там уже начнется совершенно другая дота, в которой Тайт может с линии уходить, в принципе, да, там попросить даже на стакать себе и так далее. Потому что стабильно стоять на этой линии будет сложно. Но сначала, вот, они загнобили, молодцы. Во, еще и Дейра подставляется. Ну, ладно, короче, тут уже реально протечка происходит. Какая-то дисконнектор Дейра. Может быть, он просто технический луз сейчас скажет. Типа, пацаны, все, мы наигрались. Я тут просто помню, как Хвала комментировал к этому турниру. Мне внезапно попросили, потому что там оказалось, что есть еще одна катка. Вот, незапланированная заранее. Я прихожу, соответственно, мы играем первую карту. Она, ну, такая, знаешь, еще там, типа, 70 на 30, может быть. Короче, неполный развал кабинетов. Вот, первая карта заканчивается, на вторую пацаны просто не приходят. Говорят, ну, сорян, типа, мы больше не хотим этого всего. Ну, бывает. Это потому, что, типа, они же даже до этого сыграли несколько игр на квалификациях и так далее. Ну, в общем, походу, прямо посредине Best of 3 взяли и не сбандали, считай. Прикольно. Такое тоже происходит. Тысяча преимуществов уже за УНТ. Не знаю, я все свои квалы доигрывал, кстати. Я помню, когда играл квалы последние в жизни, где-то в 16-м, я попался на греков и... Понимаю, понимаю. Мне было очень плохо. Понимаю. Я на Немигу дропался только один раз, но такое. Так, тем временем у нас погибает Саунсер. Лимитис тоже больновато. Сноу-бол. На Вайлента. Ну, Вайлент так, нормально. Прогрел немножко, но, опять же, саппорта потерял. Ничего страшного, в принципе, не происходит на этой линии пока что. У Нигмы, правда, очень мало крипов. Я еще не узнаю Лимитлиса. Это при том, что чел, если что, на Нигме съел, так сказать, уже очень-очень много. Он очень-очень хороший на этом герое. И опытен. Вот. И у него раньше, конечно, было два героя, которые, прям, я бы сказал, 10 из 10. Это Ликантроп вместе с Бесмастером. То есть два Саммонера. Вот. С Доминатором, да, вторым, когда он появился, и Лимитлис на нем очень круто катал. Но Нигма тоже тот герой, на котором он довольно хорошо исполнял. И сейчас, ну, мы смотрим на его лейнинг-стадию. Она выглядит не так симпатично. Хотя 12 динайд. Ну, я бы отметил еще в центре то, что происходит. Да, Мокингберд против МВЧа здесь неплохо, пока Паша стоит. В принципе, чувствует себя довольно комфортно. 23 на 3. Но единственное, что у Мокингберда 10 динаев. Это, конечно, жесть. Этим временем Думчанского забрали. Ну, вот я говорил о том, что Лимитлис умеет в своей лайн-стадии на Нигме. И все-таки мы увидели то, что оправданно, оправданно. Все хорошо. И Сало, как мы видим, просто, ну, неконтактный боец. Станов на линии 0, да, у Дума вместе с Сайленсером. Это совсем неудачная комбинация героев. У одного замедления, у другого подмог. Все, на этом мы заканчиваем. Дейра просто в таверне. Или еще нет? Лол, кубач приходит. Ну-ка, можно попробовать здесь еще и тайтхантера хукнуть. Да, получается, это сделать, и Заница погибает. А Дейра выжил. Ну, Куропат, что же в таверне. Или сейчас еще нажимаю слюр. Осталось, что еще ЦМку пытаются зацепить, смотри. Простбайт был, у Дейры был. Но нажатия не произошла. Ну, там, может, не... Он на секунду его увидел, но ошибся по мумменту. Да, и, ну, он пропал из видимости. Потом обратно вернулся уже слишком поздно было. Вуалент очень тяжело. 2000 нетворс. При этом третий левел на Думе. Оп, имбач погиб. Ну, это нормально. От Леша. Ну, это то, что должно происходить иногда, да? То, что Леша просто... Леша просто огромный с точки зрения левела. Ему бы... Против него неплохо было бы вот TSA, например, мувиться. Мувиться, точнее. Потому что у него Нигма, герой, который в целом способен, когда у него лайн под тавером, стоять соло. Вот. И не напрягаться. Потому что идолона, сами понимаете, такая тема. Он сейчас ждет пятого, кстати, качает третий хейдлонов и с ними уже вообще в кайп будет стоять. Катапульту можно задинать к 100. Ну, кстати, забирает Катапульту. Катапульту приходит сюда Пуджик. Имбач, короче, решил в доту поиграть. Он пришел на бот, он убил на боте. Пришел на топ, убил на топе. Красава. В плеймейкере. Так, здесь пытались зацепить Рейнольда. Денисер разворачивается на него Урсевич. Но отступает Тайт. Катапульту имеется, поэтому догнать эту рыбу тяжело. Меньше тысячи преимущества. Ой, Дейра, куда же ты пошел ты, молодой? Дейра погибает. Не, у Дейра что-то реально странное происходит. Уже третий, по-моему, в смертном цемке. Что-то идет не так. Вайлен в него вкатываются. ТСА не дают покоя думу. Вайлен пытается какое-то хотя бы время пожить. Перетерпеть до телепорта Мокенберда. Но он погибает. Очень долго, кстати, живет. За счет этого Лешрак успеет прийти и убить здесь двух героев. Отличный размер для Лешрака, понятное дело. Но то, что у Керри, у Инта нету просто-напросто никакой игры. Это очень печально. У него 2800. Урс то же самое, да? Но хотя бы по левелу немножко лучше. Понятное дело, что думкомбэкнет быстрее, чем у Мурсана, скорее всего. Просто за счет Деваура и последствий Медасика. Надеюсь, что он здесь будет его покупать. Потому что иначе игра просто может не вернуться под его контроль. Нужно, конечно. Ну и Тайдетский, соответственно, дальше на пути к Владимиру. Нигма на пути к Владимиру. Все на пути к Владимиру. 99% скорее всего. Рейллот на бот-линии. Пятый левел. Тяжело Урсевичу. У Зеница, кстати, есть реведж, поэтому нужно быть поаккуратней. Все. Пока нету энрейджа. Можно зацепить его щупальцами. Попробовать забрать. Дейра перетягивается тоже сюда, кстати, вместе с ТСА. Возможно, попытаются как-то даже попробовать зацепить хотя бы белку. Зеницу, конечно, пробить тяжело. Но не, шарды вообще не туда. Не тут. Владимир появляется, кстати, на лимиталисе. Но теперь игра пойдет явно лучшим образом у Нигмы. Хотя и так не все так плохо, да? Топ-2. Попробовать. Урс отличный просто. Но нужно дальше продолжить контролем. Да, все прекрасно получается. Мокин Бёрс. Еще один минус. И Рейнолд погибает. Обманут, что они могли начать просто со связки у белки. Но это не настолько надежно, потому что Урсу может успеть нажать ультимейт, среагировать. Здесь нащупальцы из леса не среагировал. Я думаю, будет, кстати, какой-нибудь там уровень ТА или мажора, скорее всего, Чел бы среагировал. Потому что там, ну, на пределочах играют парни. Ой-ой-ой, хукетский неплохой от имбача. Еще и Фросбайтыч. Вот будет здесь хоть кукла бы еще проще. Имбач понимает, что он стягивает на себя телепорты. Все в порядке. Отходит обратно. Ну и игра подуспокоилась. 6-8 счет. Сейчас у Лешака все очень-очень хорошо. Тройки также доминируют. Думчанский возвращается в игру, в отличие от Урса. Я уже говорил, да, почему. Опять же, в случае с Урсаной ее еще и забрали на боте. И пока среди коров все очень-очень грустно для сейфлейнера Луны. Рейн. Хоть подача, надо Курсу накинуть на Эдронов. Влет в него. Но он в итоге погибает. Да, да, да. Ну, это вот классическая пятерка, которая у тебя в лесу должна сидеть, когда тебя пушат. Но он без этого выходит на лайн. Ошибка. Ошибка. И забирать должны Тавер здесь. Лимитлес вместе с ТСА. На 10-й минуте. В принципе, хороший тайминг. При этом на бот-линию там выход пошел от ОНТ. По-моему, она здесь пытались зацепить просто. Тайт Хантерн. Тайт улетел. Привязали, кстати, Энигму. Тайт улетел на топ. Врывается. Лимитлес. Нечем сбить телепорт. Больше. Лимитлес улетает. Хорошо. Прочитал, что контроль весь выдали. Мокенберт бежит сюда. Но поздновато. Ну, видишь, уже совершенно другая игра, да? С точки зрения того, что Луна не заливает линии. Играет серьезно. Старается и со всех сил, что называется. И катают пока, пацаны. Довольно уверенную доту. Тем временем, от лиги ставок F3.09 против 1.33. Уже неплохо на эту карту. Мокенберт подвязка в ТСА. Есть гаш в Энигму. ТСА врывается в Мокенберт. А, кстати, больно. Мокенберт просто погибает. Жестко, жестко. Реведжа нету, поэтому сложно драться. Реведжа нету еще 5 секунд при этом всем. Но без лишака реведжа давать не имеет никакого смысла. Куропат, в тем временем, в таверну уже точно отправляется. Здесь его не отпустят. Рейнольд его скушает. Правда, Дейра получает латс-хит. Вот это ошибка, конечно, от Семки. Зря он стилит. Но этого не стоит. Особенно перед лицом у Урса. Ну и на 12-й минуте мы получаем минус тавер на топе. Довольно поздно. Особенно учитывая, что здесь Энигма стояла. Но к ней не так много перетяжек было. Под десятые должны были бы это сделать. Но ничего страшного. Энигма с вами все равно лутает. Думать, тем временем камбэкает полностью в игру за счет Деваура. Да, Девауэр Мидас у него там уже апнутый стик себе покупает. Мэджик Вонт. И стяжка по центральную линию, видимо, будет у нас планироваться от Луна Гейминг. Они здесь уже вчетвером. Есть, кстати, Морбид Маск, но Рошана забрать пока не вариант. У Рейна есть, опять же, Глобал Сайленс, есть Реведж. Поэтому в Рошана идти совершенно не хочется в данную секунду. Может быть, чуть-чуть попозже, когда выбьют все кнопки. А выбить это можно только какой-то хорошей дракой. Чем мы пытаются заниматься Луна Гейминг? Нажимается Смок втроем. Имбач плюс два саппорта. Бегут в свой лес. Куропаточ, кстати, с Макенбердом туда тоже направляется. Но Куропаточ все это дело ревелит. Сноубол покатился. Ой, шикарная привязочка от Куропаточа. Он, может, еще и уйдет, если Хукком не попадет у нас сейчас Имбач. Но не, Фрест Пайт плюс Хук, конечно, не контрится, извините. Что прав, то правда. Ну, разревелил. Помените, тем временем, отлитая этого ручек. И Лишак немножко приостановился, да, в своем развитии. Очень хочется ему сейчас... По-хорошему надо смаковаться по тревач. Идти... Есть Гобл, есть ревач, что тебе еще нужно? Лишак огромный, ему надо фраги зарабатывать, иначе игра может пойти вообще не по его канону. А, как-то супер пассивно играют у НТ. Хотя, действительно, у них есть и Рэвидж, и Глобал Саленс, и восьмой на Думе. И Леший действительно большой. Но, может быть, хотят подождать Бладстоун, короче, и уже с Бладстоуном выехать? Возможно, и прав, возможно, и прав, да. Сейчас, если поторопишься, получишь Блэхоу на себя. С другой стороны, Глобал все еще есть в виде ответа. Какая-то, может быть, проблема. Дум форсит БКБ после Мидаса на Вайленте. По классике жанра. Ну и Урса пытается, конечно, его догнать хоть как-нибудь. Там, кстати, будет БФ или нет на Урсе? По-моему, нет. Хорошего можно было бы и сделать с точки зрения того, что тебе нужно как-то оставаться в игре с точки зрения темпа. И это довольно неплохой выбор. Слушай, интересный выбор, на самом деле, БКБ быстрого на Вайленте, потому что здесь есть и Дизмембер, и Блэхоул, и Урсевич, которые тебя очень сильно бьют через Блэхоу. Зато все остальное, ну, не мешает. Ты просто надумаешься, что ты должен сделать, достичь героя, да, и идти жечь. Если ты идешь жжешь, то все ок. Если на тебя нажимают Блэхоул и Дизмембер, нажимается Глобал. Все. Ну, или там, Реведж, условно говоря. Потому что и то, и другое, пока БКБшек ни на Абудже нету, ни на Нигме нету, работает. Тебе же что нужно от Вайлента в этой игре? По факту только одно — это идти вперед для того, чтобы у Лешака была возможность дамажить. Ну и кнопку нажать желать. Да, да, да. Ну, то есть ты идешь вперед, нажимаешь кнопки, и все. Типа, ты прикольный, ты по кайфу, ты роль свою исполнил. Вот. И проблема все в том, что в Лейтсе все уже будет не настолько интересно. Да, Диффузл у нас собрал Урса вместе с Морбедж-Маской, и БКБ дальше будет форситься Рейнендом. И от таймингов его БКБ будет очень сильно зависеть, команда. Именно зачилка вот эта вот сейчас, которая происходит, да, там смоку Интер нажали, молодцы, но пока вот эта зачилка полностью для Луны гейминг намного более благоприятна. Вален, Сноуболл, Ворлз Панч, Шарды, ну, как-то Вален-то не сильно это все дело пробивает. Здесь рядом еще Саленсер имеется. Да, какая-то зачилочная невероятного масштаба происходит на карте. Вообще ничего. А вот Куропатыч подрядочка, вот он, может быть, первый минус какой-то. Ультимейт от Кристал Мейден. Зенитса может и Рэвидж нажать, да, но при этом Рэвидж потратили. Глобал Сайленс, чтобы Паджа как-то сбить, но Куропатыч все равно погибает. Глобал Сайленс очень странный был. Я бы сказал, даже он вообще не помог и не нужен был, но ладно. Ладно. И забирают Рошана Луна гейминг. А вот теперь уже можно. Рэвиджа нет, Глобала нет, драться абсолютно нечем у НТ. И это первый Аегис для Рейнолда. Да, заберутся. И сейчас еще и Хук получит. Не, ну, я думаю, что это 1-1, судя по всему, из того, что мы видим. Поэтому пока Луна играет, во-первых, совершенно другую доту, нежели ту, что она играла на предыдущей карте. Это намного более серьезный подход. И линии вообще не залиты, да, практически. И УНТ. Ну, настолько маленький дум. То есть вы скажете, 8700, что тебе Димон не нравится. Но по факту-то это намного меньший дум, нежели ты ожидаешь от первой позиции. Дум это вообще герой, который должен отрываться на, типа, ответ 3000. Ну, как алхимик своеобразный такой. Ну, типа того, мини-алхимик, да. Вот, если он не доминирует, то это прям печально. И по факту он в данный момент просто не присутствует на карте. Красиво, Куропаточ выпрыгивает. Но ТСА сбить телепорт опять же нечем. Валент приходит сюда. Дейра, ну, Дейра погибнет за это все дело. Или нет? Да, какая разница. Цемка и можно погибать. Ну да. Цемка погибает, а дальше... А вот Дешак решил впилиться. У него есть, опять же, Бластон, да. Пока у него есть Бластон, можно действовать. Он сейчас супер силен. При том, все, в Мойнигме нет хп. Без ресурсов прям печально что-либо делать. Прилетает сюда Рейнет, и его НТ отходит просто. Второй Вейджи 50 секунд. 30 секунд до Глоба Сайленса. Блэк Холл все еще ни один не скастован в игре пока что. Но он, в принципе, и не нужен. То есть, даже так Лун и Гейминг без него справляются. Тем более, нажать его против Сайленсера все равно трудно. Я бы сказал тут проблема в том, что в какой-то момент у НТ может насчет не хватает дэмэджа. Но у них керри Дум, да. И на тройке герой, который не разгоняется по физическому ДПС. Так сильно, как хотелось бы. То есть, если бы это была какая-то, ну, условная бруда, которая может потом переориентироваться на физика, выйти условным или там, ну, что-то подобное, да, было бы ок. Но Дум физик отвратительный, а Тайдхантер физик такой себе. А Сесса леший, который, да, дает смешанный урон очень прикольный, но его в определенный момент может просто тупо начать не хватать. А Урса с Энигмой и Пуджом, они эволюционируют постоянно, потому что у них у всех имеется довольно крутой объем ДПС скалирующегося. А в случае, соответственно, с Энигмой это процентажный урон, в случае с Урсой это просто герой про то, чтобы вносить игнорирующий армор урон. Короче, кайф. Слева с этой точки зрения Лейта имею в виду. И у УНТ темп, который они должны были бы держать, но они сейчас его с каждой секунды все больше и больше проигрывают. Это как мы на драфтах обсуждали, помнишь, темпларку, да, то, что она могла появиться у УНТ, они были бы на таймере, и сейчас они по факту тоже на таком небольшом таймере займутся в него нападение, в рейспак сразу же ставят, есть ревердж, но ревердж пока не нажимается, не дают просто нажать кнопку, нажимают только сейчас. И что, и все, нажал еще дальше. Ну, окей, окей, нажал. У тебя Устав тайминг, нажал ультимейт и просто идет сейчас убивать всех. И патч идет вперед, Вален, БКБ нажимается, но тут же блок-холл отменяется Глобал Сайленсом, но все равно Урсевич выживает, это похоже на 1-1, Вален пытается убежать под БКБ, здесь Тускар, Тускар чуть не упал, кстати, Рейнолд, все, сейчас живет Тускар, и еще и Сноубол успевает кастовать. Рейнолд даблкил, минус 3 от Луна Гейминг. Да, видимо, уже все. У УНТ уже не то. Демеджа не хватило, да? Вы видели, то есть у тебя в Пуджа дается Doom, у тебя весь ДПС от Лишака влетает, вот Fight Recap, пожалуйста, покажите, если не сложно. Ладно, я понял, сложно. Там чел 100 пудов, значит, ага, ну вот. И по демеджу вроде как все плюс-минус одинаково, но количество хп у одних героев выше, во-вторых, резистансы в виде Пуджа, и в-третьих, конечно же, Лишак дает слишком расключенный по всем урон, а не сконцентрированный данным героем, в отличие от того, что имеется в руках у Луны. Ну, Саленсер внес больше демеджа, чем Doom, но я не знаю, зачем Doom первой позиции, это всегда такой риск. Норм, просто он по игре сейчас слабо себя чувствует, то есть дело не в самом драфте, наверное. Ух ты! Насколько просто слабо исполняется. Ошибаются, кстати, очень сильно, иначе про драфт. Да, ошибаются, но у Аегис ему пофигу. Ну, Аегис-то ладно, но он два раза может умереть. А что с ним дальше делать будет? Контролить станет, чейнить. Ага, окей. А, окей, ладно. Не, ну смотри, смотри, нормально, нормально, минус Сурсевич, дальше ТСА погибает. Вот она. Заливочная, да, это самая легендарственная. Да, самая. Окей. Ну, ладно, тогда не один-один. Что ли залить, окей. Еще и лимит лист погибнет, да? Не. Волл. Ну, странно, кстати, что я не сразу даже бушвак был кинут. Бушвак там все-таки долго летит, мало того, он же вижен не имел, только как только. Ну, ладно, они там не максимально на концентрации, это видно, да, то есть кнопки не нажимаются, как будто настолько сильно. Вайл, он тем временем себе доносит артефакт, какой-то это? Блинк, наверное? Да? Нет? Ну, покажите же, ну, что это такое. О! Куда? Ну, это еще белый. И вот даблинг, даггер на думе. Спасибо большое, что показали. Тысяча преимуществ за лунный гейминг. БКБ на Урсевича. Ну, вот теперь уже тяжелее его так контролировать. 72 секунды ждем. Идем, смакуемся, убиваем людей. Если не хотим, на самом деле, можно вообще ничего не делать по карте сейчас в лунный гейминг. Тем временем вы можете золотать до 10 тысяч фрибетов от лиги ставок под трансляцией бенурочек. 2.45 на лунный гейминг, 1.5 на УНТ. Вера в УНТ обусловлена какой-то фантастикой, да, я бы сказал. Потому что, ну, я бы заявил, что это 50 на 50, тире, немножечко больше в сторону луны. Именно по той причине, что у пацанов по драфту сейчас и что на карте мы видим. С точки зрения эффективности коров одной команды на другую. Вайленд залетел в Урсевич, а вот это, кстати, плохо. И Урса должен погибать. Он встал, а ФК просто, да что ж ты делаешь, что за Ниц идет вперед, но не может пойти дальше. Потому что трендайкеров все еще нет. Вайленд, Вайленд бежит за ним до конца, но не догонят Урсевича. Ну, Дейру хотя бы заберут. ТСА могут тоже забрать. Но Дум потрачен. Это из-за неприятности. Так, в смысле, все окей. Ревиш не потрачен, это очень много. Забрали двух саппортов, должны были забрать Урсу. Не получилось это сделать. И вот сейчас, кстати, неплохо было бы после восстановления саппортов из Таверны смакануться. Пойти и нажать с Плаком. Но у НТ молодцы, что они задержали свои кнопки все остальные. То есть ни Глобал не отдали, ни Ревиш не отдали. Правда, если бы отдали Глобал, то не было бы Хука, который засейвил из-под Дума Урсу. Но не знаю, что из этого важнее, честно говоря. Тут сложно сказать. Но против Энигмы играешь, все-таки лучше Глобал поставить. Теоретически говоря, да. Макенбард. Купил себе Блокимбар. Видит имбача. Имбач! Имбач умер! Имбач умер! О, нет. Нет, ну имбач тут жрет очень. Он нажал с этой кнопки, еще и жрет. Бешака очень сильно отхиливается. Надо у них пройти еще. Глобал? Вау! Да! Это поражение сейчас от УНТ. А они бегут дальше, нужно угрожать. Надо дать Блэхол. Надо прямо сейчас из-за смока под Урсу дать Блэхол. Но Лимитлис не знает, где находится соперник. Вижен стоит, но УНТ под него не заходит. И Лимитлис решает то, что стоит засейвиться пока что. Вообще можно подождать Пуджа, конечно. От него исходит очень много ДПСа. Или нет? Или нет? СМКа скаутит дает вижен на Тайдхантера. Тайдхантер плохая цель. Не прикольно вообще ее бить. Тем временем снизу там Думнись. Думнись! Блэхол в Дума! Вместе с Тайдхантером сюда! Хватит дэмэджа? Хватает дэмэджа вроде, да? Нет! Вайланд нажимает ультимейт. Рейнольд, где все это время он был? Где все время это был Мурс? Ааа, как же плохо! Они нажимают кнопки! Он нас ждал? Ладно. Дум все-таки умер. Дум умер, но умерли еще 4 героя от Мурс. Ой, это такой рофл. Одни нажимают глобал вместе с Равагой, чтобы убить Пуджа. Другие нажимают блэхол, когда рядом Мурса нет. Хотя это виновник, конечно, не Лимитлис. Лимитлис сдал шикарный блэхол. Там нельзя было терпеть. Он выдал розочку. Он выдал ультимейт. Все окей. Но! Где Урсана? Почему она развлекалась с Ластем? Вы что, чуваки? Алло? Ну это же какой-то бред, Семья КБЛ. Ладно. Бывает, случается. В жизни разочарование. И в любом случае, на самом деле, ситуация паритета сил. Думы все-таки они смогли забрать, да? По деньгам никто не доминирует. Очень много будет зависеть от следующего Роши. И из-под этого мы и будем с вами играть. Я бы на следующем Рошане даже не дрался. Со стороны Луны Гейминг. Объясню почему. У вас нет Блэхола. И чё? При этом есть Global Silence и Аркан Руна с БКБ на лишь раке 9 секунд. Мне кажется, что просто не хватит пробить этого лешего. И там есть защитный Дум. Уже готовый. Я скажу тебе так. Надо драться. Потому что отдавать Рошана сейчас это худший вариант. Единственное, что тебя спасает в случае с ВНТ от Блэхола, да? Это Айгис. Ну, то есть понятно, что там еще есть Global Silence. Вот это все. Но если вдруг что-то случилось так, что все-таки твой керри погибает от Блэхола, то Айгис реально слишком сильно сейвит. И Лишак с Айгисом это вообще просто супергрязь, ультрагрязь. Потому что Думу не надо отдавать, понятное дело. Да, он свой Дум отдал. Он уже юзает с плюс-минус. Вот. А у Лишака кнопки полезны и после того, как он встанет из Айгиса. Уж походу не увидели Рошана. Там дерево, которое кинула Белка, упало буквально 6 секунды до. Но вообще, если они потеряют тайминг КД, Блэхола, не забрав Рошана, это будет мем. Ну вот. Это будет чисто отданная игра на халяву. Ну, возможно отданная, да, если там все-таки прокнет нормальный Блэхол. 64 секунды, очень много времени еще, надо ждать Лимит Лису. Пока Блэхола нету. Должны проверить. У них хорошая позиция, они сейчас в тройке оппонента. Есть Кан, который палит еще и местоположение Луны Гейминг. Зенитс идет вперед, сразу выходит на центр. Надо ливать оттуда Энигми, не запоставляться. Да, ни в коем случае. Вот. Если какой-то соло-таргет выхакут, например, чтобы диспозиционку создать неправильную для противника, да, неприятно. Смоу. Смоу, по-моему, под Виженом. Да, да, да. По-моему, под Виженом. Зенитс стоял под крипами, и на него попал Смоу. Из-за этого спалили, что это Смоу, поэтому сейчас ТСА будет просто сваливать, и остальные тоже. Блинк-аут? Земля не дала. Но вообще у него было время. Вот сейчас, вот сейчас. Нет, там из-за того, что реально земля постоянно работает, не дается нажать. Но погибает ТСА, ладно. Это вообще, если учитывать, что это Смоу, и учитывать то, что они все еще Рошан не забрали, при том, что у Энигмы скоро откатится Блэхвол, это вызывает все больше и больше у меня вопросов. БКБ у Паджика. БКБ у Энигмы готово. И Оганиму Думу скоро будет. Оганиму Думу? Но, кстати, огонь в дому звучит как супер кайф. Вообще, реально. Единственное, что придется делать, это только его блохолить. По-другому вообще в доту не выиграешь. Да. Причем сначала надо убивать Силенсера, чтобы у него не было еще байбека. И тогда уже можно. Anyway, погнали дальше. Пытается здесь найти себе хоть какой-то опенинг. Лимитлес. Ниться. Лимитлес и Делона не убрал. Какая грязь. Какая грязь. Лимитлес. Боже мой. Я тебя, брат, не узнаю. Вот реально год назад. Ну, меньше года назад. На самом деле месяцев 9 назад. Лимитлес был одним из лучших. Топ-2, топ-3 и тройка нашего региона. И вот что это сейчас. Как это с ним произошло. Куда он движется. Я не знаю. Я не следил, что называется. Да. Запрягает Варус Панч. Сюда Шахук сразу же в респакт ставит Зеница. Но Зеницу попробуй зафокусить. Еще на самом деле он очень долгое время живет. Выдает шикарный реведж по Устельмитлесу. Туда же. Не нажимается просто. И можно имбача фокусить. Имбач БКП. Здесь Валентон. Нужно Блэкхол. А Блэкхол не в кулдауне. Блэкхол нужно давать. Не надо, не надо. Там Глобал. Там Глобал. Нельзя давать. Нельзя давать. Нельзя давать. Глобал пока не нажимался. Здесь забирается еще и Валентон на центре. Что за размены? Почему Урсу не нажимался? Влетая в Тайда, понятно, что тот даст точно реведж. И Бучин Стан не нажимает ни БКП, ни ультимейт. Веще ни черта не нажимает. Вообще его не нажимает. Ноль кнопок. Ноль кнопок было нажаться со стороны Урса в этой драке. Все, что он сделал, это прыгнул. И все. Красава, конечно. Молодец. Но будем сейчас на такой себе. Имбач Красава. Отлично сыграно, кстати, от Тускара. Засетапил драку через Валрус Панч. Под Кук. Соответственно, вот это все. Из-за этого у НТ потеряли позиционку. В рейфпак не так хорошо работал, потому что в рейфпак был нажат на чужой стороне реки. Вот. Ну, короче, прям 10 из 10. Классно засетаплено. Реализация отвратительная совершенно. Могли намного больше здесь заутать. И теперь у НТ без рейвэйджа. При этом всем у LG имеется блокхолл. Да, Глобал тоже у НТ есть. Но Глобал это ответная реакция, да? Типа, а вот рейвэйджа это превентивная. Да, нападать нечем, поэтому Рошана спокойно забирает УНТ себе в карман. Еще и Шавденский туда же. Шарт, да, Урсевича. И сразу ставится пауза. Вайлентом. Да, Вайлент просто ливнуть уже из этой игры хочет. После того, что он увидел. О, смотри, что Рейн собирает. Что? Рефрешер. Звучит как план, на самом деле. Здорово. Ну, типа, а что он еще должен, наверное, собирать? Ну, то есть, понимаешь, что он мог придумать какую-то... Флимерки, форстаф, да, да. Форстаф звучит вообще очень хорошо в этой конкретной игре. Тебе нужно форстафливать из-под Урсаны, да? То есть, кайтить ее надо каким-то образом. В данный момент мы видим ноль форстафов на стороне УНТ против Урса. Кто бы мне сказал такое еще час назад, я бы сказал, что это очень странно. Ну, а теперь уже не странно, потому что эта игра вообще уже не странная. А, на самом деле, довольно интересная в сравнении с предыдущей картой, где на 25-й уже зашли на трон и уничтожили его. Здесь еще 21-21, серьезнейшая драка, все катают прямо на кончиках пальцев, так сказать. Хотя уровень игры в некоторых решениях, в некоторых моментах, конечно, оставляет желать лучшего, особенно в последний момент от Урсы, ух, 10 из 10. Зато теперь можно ничего не нажимать у него, а игр все есть. Боюсь, что чем дальше, чем глубже в лес, тем страшнее Урсевич будет, что называется. Потому что дальше Урса станет еще сильнее. И останавливать его здесь практически будет нечем, потому что будет иметься Блэкенбар. Ну, как бы нажатый, надеюсь. Есть Блэкхол, который тебе поможет, Дизмэмбар. Ну, и, как ты и говорил, скейлиться урона очень круто в дальней перспективе. У Луна Гейминг, нежели у УНТ. Да, да. Ну, Думчанский, вот сейчас посмотрим, у него будет пик силы с этим Аганимом. Да, и если он с этим Аганимом не выигрывает доту прямо сейчас, на протяжении ближайших минут 5, 7, 10, то непонятно, что будет дальше происходить. Я, честно говоря, не очень представляю, как они физуху будут добывать, потому что ее просто будет мало. Лишак вот уже достиг на своих определенных пределов. Дальше он скейлиться будет через таланты, по факту. Кай у него уже, скорее всего, есть. И в доте, к сожалению, не настолько большой... Ну, Кай, ладно, нету. Да, он хекс соберет. В доте, к сожалению, не так много возможностей амплифайть смешанный урон. Вот, или конкретно магический, например. Да, чисто его не надо амплифайть особо, с физическим там все понятно. А вот с магией, ну, такое, поэтому... Последнее время, конечно, появилось больше возможностей. Та же самая Кай появилась с самым последним среди мячей. Вот, но базировано понятно, что ли, шаг вот, типа, да, он круто, да, он носит, да, он горит, да, он яркий, прикольный. Но, к сожалению, в определенный момент его одного ДПСа может просто не хватить. Гоу пишет имбач. Мы говорим, тоже гоу. Погнали дальше. Да, вторая карта продолжается. 21-21, 29-ая минута игры. Ну, реф практически готов. Сайленстера? Пук можно дать. Вижен, вижен есть. Снимаем вижен. Хорошо. Приятненько. Да, в этом плане все грамотно. Ну, сейчас вот контроль карты полноценный, да, то есть у УНТ будет меньше пространства для фарма, а фармить им надо, чтобы держаться в темпе. Я напоминаю то, что одна тысяча перефарма для УНТ, это очень мало, учитывая, что они в команде ДУМ. Это должна быть в любом случае при равной игре, да, то есть по факту сейчас Луна Гейминг выигрывают по Недворцу. Тысяч примерно пять. Просто виртуальная разница ДУМа, она как бы дает у себя знания. Так, выходит имбач первый, пошел на паджике, хотят в тройку зайти к оппоненту и там Зеница встречает. Но опять Зеница встречает, но реведжа нет, еще 15 секунд. Вален, Вален, ДУМ, БКБ. Глобал Сайленст моментальный, не успевает нажать ДУМ на себя, в итоге получает дизмембер и погибает. Вален без шансов, Моккенберд успевает разобрать только ТСА, но Моккенберду также нужно отступать отсюда. Нажимается БКБ, хук неудачный. Знаешь, в чем прикол? Энигма все это время фармит лес свой собственный. То есть у Энигмы сейчас фри драка, нету глобал Сайленса, она нажимает БКБ Блэкпол и все умирают. Но вместо этого она просто фармила на боте. Я, конечно, все понимаю, надо фармить, вопросов нет, но возможно, если бы он присутствовал в драке, то они здесь точно бы... Ну, они всех бы убивали. Они убивали бы абсолютно всех, возможно, кто-то там, конечно, ноги бы унес, типа Белки какой-нибудь, но это вообще не имеет космос. Но размен в любом случае более чем классный для Луны Гейминг. Забрали керри в размен на саппорта четвертой позиции и совершенно спокойно можно теперь идти на Т2-вышку. Ее, соответственно, легко будет сносить, потому что физуха присутствует. И напоминаю, что все еще Аегис, да, у Урса. Его надо как-то реализовывать, реализуют его обычно через снос вышек и контроль чужой половины карты. Просто надо не дать противнику нормально выходить вообще с... Ну, ты посмотри даже на Вижн, да? То есть есть один вард, который в лесу, есть один вард в тройке. Все абсолютно видит Луна Гейминг и контролит, как ты и сказал правильно, агрессивно играют они. Ну, с другой стороны, сейчас они отпустили довольно плотно чужой лес, да, и... Ну, это понятно, потому что они переместились на ботов, им вышку надо здесь снять. Что хотелось бы сказать, Алибарда вот собирается Тайдхантером, с одной стороны, вы скажете, ну, против них Физер, с другой стороны, лично у меня проблемы с Алибардой, потому что, да, статрезы она учитывает. То есть это не Иул, который приколен против Урсе до БКБ, да, ты нажимаешь и ей пофигу, сколько у него статреза, потому что Иул игнорирует статрез, а вот Алибарда не игнорирует. Рейнольд влетает, Зеница, Зеница в рейс пах, ставится, Валент успевает дум нажать, а вот это неплохо, кстати, можно пытаться Урсеевича зафокусить неудачно. Забайтить на БКБ, забайтить на БКБ, всем встать вместе на БКБ. Минуса есть. Вот сейчас БКБ нужен от Лимитлиса. Получает стрелу от Лимитлиса. Нажмёт, нужно быть аккуратней. Есть ещё призем фит на Цемке, Цемка погибает, Мокинбёрд дальше бежит. Зеница ещё пытается забуксить Валента, Зеница под Т2, уже падает ТСА, ее просто с другим ездит. Мокинбёрд убивает ещё одного героя, это Лимитлис, дальше Рейнольд врывается в него вновь, даблкил от Эмбача. В этот момент Мокинбёрд ещё и забирает Урсу сверху, минус три от Мокинбёрда. Жесть, ну и драка. Все спасутся. Это просто конкретный развал кабинетов. Единственная причина, по которой ВНТ выиграли эту драку, это то, что Глобал откатился буквально в ту секунду, когда был Дан Блэкхолд. Лимитлис не сомневался, что ему дадут спокойно кастануть без Глобала, потому что Глобал вроде использовался в предыдущей драке, но реально буквально вот секунда одна, как только Блэкхолд даётся, сразу же откатывается Глобал Сайленс, потому что, ну, очевидно, что они не записали, да, там, типа, но по ощущениям, по ощущениям ещё Глобала не должно было быть. И у меня, кстати, тоже по внутренним часам было ощущение, что Глобал ещё не откатился, но он откатился, и поэтому был Дан Блэкхолл, Глобал сразу сбил, но вот этот второй раунд, когда у всех закончились сплы, был за Пуджом, Пудж вообще всё это время в драку не вступал, кексным временем даётся на него, Блэкхолд есть на Пудже, можно ещё на развороте подраться, Дисмэмбер выдать сюда! 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 Дисмэмбер не использует, но вот только сейчас единица бежит сюда, реведжа нет! Сюда! Мокенбёрд отдал 1123 голды плюс 544, 10 килл стрик, только что самостоятельно, он не делал ни единой ошибки на протяжении игры, но теперь решил сам влететь в этого Пуджа, недооценив свой объём дэмэджа. Опять же, вот то, о чём я говорил на протяжении всей этой катки, что время идёт в пользу для Луны. Лишак постепенно не способен выдавать тот объём ДПС, который необходим для того, чтобы выигрывать в драках. И Лимитлер сбежит за Куропатчем, даёт здесь розочку, палец, соответственно, лез, но Куропатч в порядке, уходит совершенно спокойно при помощи Форстафа. Угрыли мы о том, что Форстафы для ОНТ важны, Белка собрала, молодец. И БКБ на Crystal Maiden, теперь собака будет ультовать на протяжении всего времени, не считая Global, да, Global всё ещё снимает, и Global будет, напоминаю, два. Поэтому для Луны Гейминг сейчас самая главная цель — это придушить Сайленсера. Если смогут, если то — молодцы. Global пошёл, но это не спасает Валента, БКБ от Рейнолда, и не может нажать ещё Global. В него врывается имбатч, минус Рейн, и Валент также погибает. Что делают? ОНТ вышли с базой в отсутствии Лешака, и за это поплатились, опять же, да, всё, что они могут делать — это сейчас крепко сплизить, но явно не находиться в своём треугольнике. Мы, к сожалению, не видели весь момент, да, с точки зрения того, когда нашли и как нашли. Вот, да, зафармите фрибет до 10 тысяч рублей в Лиге Става, кликайте по баннеру в описании, как нам напоминают парни. И мы не увидели, как их закичали, но по факту явно они просто потеряли, так сказать, терпение, потеряли map awareness, так называемый, да, и не должны были выходить за пределы high ground. А, зениться пошёл. Зениться пошёл, но это байт, это байт поздаль Лешака, если честно. Окей, рэвэйдж, туда же стампу, швак, неудачный, никого не привязывал, но Рейнл погиб, ТСА также погибает, бкб от церкви. Всё, 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 она выбила глобал, сейчас black hole нужно, black hole, буй сюда, если рядом урста есть какая-нибудь там, например. А дэмэджа хватит, дыру курсом. А, урста мертва, ладно, всё. Я к тому, что пуш сделал тэп-аут, если был бы рядом пуш, можно было бы дать black hole под пуджа, и тогда бы там дэмэджа хватило бы на то, чтобы развалить кабинеты. Вполне вероятно, ну, не считая, может быть, вешего. Вот, но вообще, если чё, Тайтхантер гений, он просто подбайтил под Лешака, сказал, пацаны, сейчас они на меня нападут, убить они меня не убьют, потому что я бронированный, очень-очень журный и так далее. У меня ещё и алебарда, вешаю на урсу, урса не понимает, что делать, рэвэдж, все дела, всё это под F-speed, под четырёх игроков, ещё под трёх игроков, шикарно. Не ожидал я Tendrils of the Deep на Тайтхантере уже готовый, шардевый. Угу. И я думаю, Лунагейминг тоже минус три по итогу от ОНТ, но вновь качели у нас уходят в их сторону немного, да, но не по Нетворсу, по Нетворсу всё-таки Лунагейминг лидирует пока что, даже не на небольшое преимущество, да, тысяча, но всё равно оно есть. Смещается на подлинию, пока никого нет. Лимит с Актарином, очень комфортно играть в эту катку пока что, но хотелось бы рефрешер вместо Актарина, наверное, чтобы... Ну, то есть он на этой Энигме может в соло выиграть игру, пока что он этого не делает, но потенциально, когда у него будет ещё плюс два-три слота на 45-й минуте, например, или плюс 45-й, вот, он может это в соло выиграть. Два Aegis'а было в пользу для Луны Гейминг, ждём, что будет происходить с третьим Aegis'ом. Потому что он будет очень-очень важным, как мы все прекрасно с вами понимаем. И Урса настолько отсутствует в катке, вот она уже должна была быть огромной, она уже могла бы что-то здесь, какой-то импакт носить, пока она просто вносит импакт в виде губки. Кристал Мэйден даёт. Убежали. Поэтому я и говорю, надо сейвить бай, я понимаю, что рефрешер – это классно, но если ты не дашь даже одного глобала, то нафиг себе давать два. Какой в этом смысл? Тем временем фишпанч даётся на господину Зеницу. Пытался также подбайсить, видимо, из Зеницы. ФУК. Да нет, вот, кстати, с идеей о том, что надо выхукивать, а не нападать на самого Зенитца, то это правильно. Надо лишать позиционки противника, иначе повторится то, что повторилось в боте. Абсолютная правда. Так, в топе. Куропатыч ставит два варда, красиво. Кстати, снял косметику с вардов, потому что недавно ждал пост на эту тему. Я думаю, что у косметических вардов больше хитбокс. Ну, не знаю, не уверен, что все прошлики снимут косметику. Это такая минимальная неприятность. Да, потому что все знали об этом же, очевидно. Я не верю, что он открыл всем глаза, и теперь, о боже мой, сейчас все поснимаем. Просто есть челики, которые изначально много времени уже в курсе, поэтому сняли. А другим, скорее всего, дизайн интереснее и важнее, потому что это хитбокс не настолько важен. Особенно учитывая, что мы играем сейчас в D2L, да, даже не DPC, не International. Спокойно начали на расслабоне. Мы не кайфуем вместе с вами на 28, 29, 40-ая минута. И сейчас будет центральная, так сказать, центральная Долбилова. Бане слась. Вайлант, фарлс, хони. Ю-о-о-о-о! А если б этот хук дошел? А если б этот хук дошел? Вайлант уже успел дать агоним на себя, в смысле Doom, да, он успел нажать WKB, если чё, батюш сам себя мог убить этим хуком. Хукок. Они нашли Сэмку, Сэмка не живет, Сэмка может байбэкнуться, пойти подраться, потому что там нету дуба ничего. В ВНТ есть только глобал, из хорошего Рэй нажимает глобал, есть байбэк, есть рефрешер при этом все, можно байбэкаться, есть лимит от зажат бы холл, вот он глобал, байбэк, выбили, окей, нормально. Вешаем в рейвпак, атака на Урсевича, Урсевич таверня. Урсевич без байбэка и дальше ТСА, так же в него прыгает ТСА, отсутствует байбэка, у него Карапатыш съели, его нет, Карапатыш пока живет. До свидания, и бач, что за холл, не точный лимит от таверни тоже. Байбэк от Сакурапатыш, нужно лететь сюда, а там все это время Вайлин готовится в позиции, находится Дейра, так же без байбэка погибает, Тендер, Савдадип неудачный, но это не спасет Дейру, и бач, врывается вновь на Рейна после байбэка. Но зачем? Это в одну сторону пошел. Но зачем? Вообще это было сделано? Ну а что ему делать еще? Он погибает, и байбэка тоже нет, ультра килл от Мокенберда, шикарная драка для УНТ. На байбэках переиграли своего оппонента. Да, ну надежда была, видимо, от лимитиса то, что байбэка все-таки у Сайленсера нету, соответственно, что тот не встанет, не нажмет рефрешер, не даст второй глобал, и таким образом они смогут. Честно говоря, снова Блокхол в Тайтхантера сомнительная хрень, да, то есть, но убили бы они его убили бы, какая разница, если вы не убиваете Мокенберда, то он идувает лад. И 7 тысяч превосходства УНТ-красавцы забирают Рошана, судя по всему. Да, именно так. И плюс там что лежит? Аганим? Аганим? Для Мокенберда? Ну, я не думаю, что Тайтхантеру сильно нужно отдавать в такой ситуации. Белки тоже. Очень много золотали бабок лишних, конечно, и экспы. С этой драки. В чем надежда, да, обычно то, что ты на ЦМ кидаешь БКБ ультимейт под каких-то крутых коров, у которых БКБ уже нету, и из-за этого Сайленсеру приходится отдавать свой первый Сайленс. Да, там, и дальше какой-нибудь там сбитие, не знаю, ну, ульту Пуджа, условно, и потом ты уже даешь БКБ после этого. Потому что, ну, Сайленсер просто идеальный выбор артефакта сделал. Выбиваешь один глобал, ну, а он встает, дает второй. Но, с другой стороны, смотрите, из позитива, да, сейчас у Сайленсера не будет байбека. Но это все равно не мешает закончить игру в пользу для УНТ, с таким перевесом уже пофиг, какой драфт. Курса максимально отсутствует в игре вообще. Импакт от нее в драках минус нулевой, примерно. У Зеницы тоже готовится рефрешер. То есть будет рефрешер у Сайленсера, у Тайдхантера, еще Думу надо по-хорошему. Да и Леш ему там когда-нибудь в будущем рефрешить БКБ Хекс Шива. На лимит Лису нужно было вместо Лотуса собирать себе рефреш, потому что, ладно, окей, БКБ, это не такая большая проблема. Но двойное БКБ очень важно в этих драках. Потому что его реально просто сдалбивают тем, что если он входит в драку, он из нее не выходит вообще никак. Так, ТСА, врыв в Зеницу, Хук пошел по нему, но это Зеница. Опять же, Вален врывается от Эндрюс оф Дэдип по имбачу, имбач, имбач подстрял, имбач, нужно его как-то спасать. И получается это делает Зеница, рэвидж, пытается зафокусить Баджика. И получается это делает 100 секунд без ДБ, когда еще Вален бежит на ЦМку, но она под БКБ, ее тоже нечем подцепить, и ЦМка убегает. Жестко, жестко, бескомпромиссно. То есть они пытались раскатить и разбатить на кнопке, и при помощи этого Хука, вместо этого Дума, то вообще Пуш погибает, потому что он не может выдержать этого урона. Вот опять, Хукать Зеницу, даже ломать позиционку оппонента, все равно не выходит у Луна Гейминг. И рефрешеры есть на Думе. Ну, кстати, касаемо Лоту Сорба на Энигме, да, мы говорили с тобой, я тоже не очень понимаю, потому что... Ну, в теории даже, если взять, ты должен создавать Миннайт Пульс Блок Холл, и ты не можешь в этот момент повесить на себя Лоту Сорб, пока все... Ну, типа, да, ну, то есть он снимает Сало с кого-то еще, в этом, наверное, идея. Пусты вообще в игре не было, Вайвент... Лотус при этом всем не работает против еще Дума, да, потому что он на себя постоянно вешает, если какая-нибудь... Ну, короче, я не знаю, мне не нравится эта идея от Лимитлеса, по билду строению от него, на мой взгляд, слабо, потому что даже, ну, в случае с Акторином, Ну, окей, взял ты себе Линзу, короче, сначала зафармить себе Рекрэшер, у тебя будет двойное БКБ, у тебя будет двойная возможность напасть. Да, и самое главное, ты выбьешь при помощи первого своего Блок Холла Ультимейт Силенсера, потом уже нажмешь второй, если... Да, все пройдет, как надо. Обрыв Лимитлеса, но он, кстати, БКБ нажимает... Лимитлесу пришлось БКБ нажать, да, в группе шансов вообще. Да, Эггес есть у Лешего, вообще ничего не боится, понятное дело, Макенберт, Вайлен вылетает в ТСА, нужно как-то продолжить, он избивает нажать сноубол, Лимитлес тоже рядом, Малифайс не успел ТСА отблинкаут, ух, какой там шапшут прилетел. Так, и БАЧ летит, ну-ка, а вот Дума попробует зафоксить, это неплохо, Макенберт нажимает БКБ, Эггес еще не пропал, и БАЧ-хук неудачный, летит сюда ТСА. Блинкдаггер есть у него, Лимитлесу также летит, Рейн, избивает телепорт, кстати, Рейн-то без ББК, и Рейн погибает. Да, его теперь есть хотя бы кого-то, ну, он слишком мало времени в таверне, потому что левел низкий, да, из-за того, что он саппорт, а так, ну, пойдемте в Мидл, чего нет. Посмотрим, что можно сделать на Пудже и Урсе за это время, попробует закетчить на боте, да, они видят героя, они видят кого-то, да, окей. Ну, тогда, кстати, вдвоем они жрут, еще под ТЕКТИМом и так далее, может быть, конечно, не до конца, сейчас посмотрим. Оп, фук, ага, понимаем. Нормально. Окей, окей, закончили упражнение. Ну, возможно, они такие, типа, да, все равно, оооо, и там, Белка вместе с Лешем разобрались с Энигмой. Кстати, о Бурсе вообще в игре не видно абсолютно кора на гейминг. Он вообще бедный. Ну, причем на замене же, это же у них Рейнольд вместо Комы, у них обычно Кома играет, Кома, но тоже у него не всегда, скажем так, все прекрасно идет. Задущий билд такой, типа, агрессивно-активный, да, если у тебя не получается убивать, и ты еще погибаешь в файтах, то все печально, потому что если бы он играл бы через БФ, он бы держался бы по Нетворцу нормально, но он решил то, что агрессивный билд прикольный, что он будет более эффективен для его команды, может быть он, конечно, прав, но какая разница, если тут уже рефрешер на Тайдхантере, рефрешер на Сайлансере, рефрешер на Думе, три рефреша ОНТ, они супер-мега запакованы, супер-богатые, и 20 тысяч перефарма, очевидно, сказывается. Исэй фармит стивал русский кик, ему осталось до него 350 голды. Ну, насколько сильно это поможет, я пока что, честно говоря, не боюсь предположить, потому что нет героев, которые что-то вкастовывают вот так постоянно, но какого-то лешего выпинать, попробовать его за Фокси через дизмембер на базе, это, конечно, как вариант, но особо не верится в это. 22 тысячи преимущества, игра замедлилась, возможно, ждем еще одного Рошана, ну, по крайней мере, ОНТ могут ждать, чтобы уж точно с Эйгисом еще одним рефрешером закончить эту игру. Ну, вален. Опа, Дум пошел врыв Урсевича! Глобал, ну, лишний, конечно, был. Глобал был явно лишний. Ну, а зафокусили Дум, эээ, зафокусили Урсу. Путевка пошла. Рефрешер, кстати, патч себе хочет тоже, овервелминг, блинк у него есть, аганим. ДКБ, Тернушат. Ну, кстати, странная какая-то сборочка на патчу, такая не супер классическая, да, обычно они все-таки будут через какой-то Шиву играть, да, мы не знаем, любят. Ну, плюс-минус, да, такой кастомный формат от него, но, будем честны, имбатч, это вообще вносит максимальное количество импакта на своем герое, в отличие от всех остальных, он здесь смотрится как реально мужчина, способный повлиять на катку. Но, к сожалению, для него это не особо работает, все равно его тиммейты не выжимают кнопочки, вайланд, нападение, кик, пук, транспортация. Пошла. Да, нормально. Я вижу, что вайланд очень сложно умирает пока что, он убил Энигму своим присутствием просто рядом. Сцениться ревейдж, имеется, урса, кстати, бэбэкнулся, летит сюда, ху-у-у, как ты пача. Ой, а возможно он так и хотел, я, честно говоря, не знаю. Но сам факт того, что если бы просто рядом Энигма не стояла с пуджом, она бы выживала, и ей даже особо и не надо здесь было присутствовать, то есть помогать каким-то образом убивать Думчанского. Да, но прикольный мув, конечно, вопросов нет. Красивый хук на Ивалдрус Кик. Можно вот сейчас, кстати, залететь, летает Эмбач, но у БКБ нету, оно в КД ему дает Хекс, просто он умирает. Эмбач, есть Рэвич, еще один у Зеницы, он прожал рефрешер, минус Эмбач, есть Бэбэк, кстати, у него. Есть Бэбэк. Хекс у Белки появляется, тем временем заходят на вторую сторону ребята с команды УНТ. Мокенбёрд, через Диаболики, нужно пушить, конечно, Т3 Тауэр, Эмбач бэбэкается. Урсевич рядом, есть Блэкхолл, но он пока в таверне, 45 секунд, но также есть возможность выкупиться. И в теории, Лимитласу, может быть, это нужно сделать, хотя есть Глобал Сайленс, по-моему, там рефрешер тоже не в КД у Сайленсера, у Рэйна, поэтому будет тяжело. Лимитлас, Бэбэк пошел, привязались, есть Нигилизм от Лешева, есть Тендрилс оф Дэ Дип, но это только по Рейналду. Кстати, пытаются фокусить Лешрака, но удача это сделать, Блэстон-то имеется, хотя неплохо Блэкхолл по трём героям, но тут же Глобал Сайленс. И погибает всё-таки Мокенбёрд, какое количество золота он отдал, это просто дичь. Зеница на хайграунд пытается уйти отсюда, но Малифай сбивает ему телепорт, Зеница очень долгое время поживёт, но в любом случае должен погибать. 31 тысяча преимущества от УНТ, сейчас может стать чуть меньше, Зеница, конечно, здесь развлекается, можно сказать, со своими оппонентами. Алибарда, но маны на форстафт не осталось. Ну, как же они играют? 50 минут, Луна Гейминг продолжает защищать свой собственный хайграунд. Герои просто, герои, я тут ничего не скажу. Байбэков, правда, нет. То есть нет байбэков на фарста? Да, да, что они не пишут просто ГГ дефолтное, такие, типа, пацаны, ну, тут всё понятно и так далее, а пытаются кнопки нажимать как-то, может быть, получится, что называется. Получиться, конечно, не получится, но за старания, очевидно, респект увожу. Лимитлс умирает без байбэка. Да, да, да. И вот теперь у НТА ждут Мокингберда 30 секунд, заходят на второй и третью стороны, куда влетает Валент? Глобал, Дум, а не зря ли это? Он же всё равно погибнет, тычка от паджа, минус Дум, без байбэка. Ага. Уходит белка. Нет, здорово, здорово. Интересная игра. Тридцатый, наверное, лешим. Да, сейчас они просто встанут и пойдут. Надо просто вместе застакаться у НТшка, иначе даже такую залить можно в целом. Пошёл заход на Урсу, Уксов, Саверну. Ну, кстати, да. Урсевич без байбэка. Вообще без шансов. Не хватает Лингит Сферы, конечно, чтобы какое-то время пожить. Дохи их слабил. Там ног чё-то не хватает. Да, да. Там всё не хватает. Дейра, БКБ, разворот! Дейра! Куропатый чай! Кто творит? МудА! Гений. Добивает. Схватил у дэмэджа, форстафнулся прямо в противника, ещё бежал на него, и ты ничего с этим не сделаешь. У Белки БКБ очевидно нету. Ну, и Шаку пофиг на подобные манёвры. У него слишком много. У него 10 тысяч, он даже не знает, что уже себе купить. Просто впадну. Всё слишком хорошо. Эти слоты даже менять не хочется, потому что нет на что-то. Ну, Шива, может быть, максимум может поменять на что-нибудь более дорогое. Непонятно на что. Вот обидно, да, то, что Хекс... То есть орчит он грейдится, а Хекс почему-то не грейдится. Я вот считаю, что это... А как его загрейдится? Да, пофиг придумать какую-нибудь, не знаю. Ой, я Хекс. Ну, Хекс, наверное, будет слишком сильно, но... Ну, не знаю. Ты превращаешься не в Синью, а в Куропатку. В Куропатычу? Да. Здорово. И по тебе доп демидж ещё проходит. Живёшь, живёшь, превращаешься, да, в Куропатычу и нормально. Чей нет. Звучит как отличная идея. Кушать хочешь с того что-то? Есть такое, да. Так. Минус Рошка. Это четвёртая минута матча, в котором всё предопределено было после прожатия байбека. В байбеке ещё целых три минуты будут в КД у Урсы и четыре минуты у Пуджа вместе с Энигмой. И, понятное дело, что как бы ты кнопки сейчас не нажал, классно. Там тридцатый левел уже у Мокенбёрда. Он супер доволен своей жизнью. У него семь тысяч. Он купился рефреш. У него Аегис. У него здесь всё. Закуплено. Ну, ещё-то они не хотят стакаться пятером. Парни, застакайтесь пятером, зайдите на ХГ. Пожалуй, ста. А, ну, наверное, они ждут Белку, когда она вернётся из таверны. Слово путешествие за жёлдями. 15 секунд осталось до Белки. Отпушили на Кинберт центр. Ну, красиво выглядит, конечно, когда куча эталонов рассыпаются. Отпульс новый. Рефрешер готов у Лешего. Аегис, БКБ, там два рефрешера у Тайтхантера. Смоук, вылазка от Луны Гейминг. Опа. Ну-ка. Тейра. Есть БКБ. У Сэмки на 25-го пока нет. Это интересно тоже, что Crystal Maiden надо купать в такой ситуации вообще, да? И корр артефакты. Ну, не корр артефакты, а саппорт артефакты. В принципе, тот же Лотус был бы неплох. Можно рефрешер? Моя гейминг не работает. Так. 39 тысяч преимущество. Угу. Так, до 1000 в минуту недалеко что-то случается. Да уже... Ну, парни, ну давайте, давайте. Чё вы? Выезжаем. Нам показывают тут Vision, да? То, что контроль полностью принадлежит дайрам. То, что Raid Inside ни черта не видит на карте. Это, в принципе, совершенно нормально. Вот только Валент видит. Ворды доставить. Я не очень понимаю, чего у НТ бояться-то. Зайдите на ХГ, парни. Там байбеков нету ещё. Минута у Урса и 2 минуты у Пуджа. И, пожалуйста, у вас есть хороший шанс. Если вы сейчас не заходите на хайграунд, то вы даёте противнику возможность. Потому что, ну, на Творс 40 тысяч уже примерно через там, ну, например, на 60 минуте с Тир-5 шмотками и так далее он будет уже не настолько сильно ролять. А отсутствие присутствия байбеков у Луны Гейминг, если вы сейчас за 2 минуты не зайдёте, это слишком много. Зачем вам отдавать этот шанс? Причём, что самое главное, эта игра может закончиться просто в секунду. Так, Doom залетел, по-моему, на хайграунд там. Да. Показался. Ну, он сидит в лесу в подлесочке, да. Ну так его сейчас хукнут. Не? Ну, вполне вероятно. Надо. Надо хукать его. Есть ткан. Ну, ну, имбач, имбач, имбач. Дум. Он просто сам на себя хочет, он Doom даёт на себя, да. И пошёл просто. Ну, кстати, цемку-то зафокусит под глобал. Есть ли байбэк? Байбэк имеется, 95 секунд. Он байсил, он паять на хук. А там кого-то поймали TSA. Ну, у TSA тоже есть возможность выкуп ir-se. Ах, по знице. Рэведж моментальный. Сейчас будет ещё один. Ещё один. Давай, есть мана вообще какая-нибудь из зницы? Да, есть! И тут Рэведж по трём героям. Boom сюда же влетает. Эта игра закончилась в секунду. Как, собственно, мы и обещали. GG 2-0. UNT проходит дальше по нижней сетке 16-го сезона, MD2. Ну а команда, LUNAGAMING покидает данный мир. 50 тысяч, причем, понадобилось ОНТшкам, чтобы закрыть эту карту. Я думаю, что они могли сделать это просто. Сейчас нам Серега придет, и он скажет, боже мой, вообще, что, почему они так долго ее лозили, почему что происходит? Типа, можно же было супер-изи закрыть, да? Боже мой, почему они так долго и лозили? Настолько раньше закрыть эту игру? Ну, согласись. Вообще. Ну, что, как? Нет? Как вторая карта тебе, Серега? Ну, вот эта ошибочка была, мне кажется, сколько они там, три или четыре байбэка на Рошане сделали, ключевая была, и... Можно было отпустить тот файт уже. Доля везения еще были, опять же, вот этих драках, когда откручивался Глобал, два момента, когда вот секунду-секунду открутился Глобал, и второй момент, опять же, да, как-то не слишком перефидлен на этом Рошане, и с этого момента уже не отпустили их, ребята. Ну, потому что Сайленсер засейвил на байбэк, а оказалось, что засейвил на байбэк. И рефрешер. И рефрешер, то, оказывается, ты выиграл игру. Вот, все довольно просто, у противника просто нету никакого другого варианта, кроме как Блэк Холл хороший дать, и... Обидно, обидно, с одной стороны, за парней из Луна, они реально, эту карту они играли очень серьезно. А так, ну, в лейте кнопки сильнее. У... 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 У НТ? У НТ. У НТ. Урсе очень тяжело играть против огромного количества реваджей. В общем, когда рефрешер появляется на Тейт Хантере, там все вообще против Урсы. Огромное количество реваджей. Гаши туда влетают. Дабл алебарда. Ну, все подряд. Да, да, да. Все туда лезет. Ну, опять же, если бы она еще была огромная, было бы намного проще. Но Урса как раз была супербедная на протяжении почти всей игры. Тяжко все равно играет. Ты не можешь, у тебя постоянно замедление, что-то ты там... Если ты одного героя очень быстро не фокусишь, да, если ты идешь на слот впереди своего оппонента, да, ты там будешь всех одного-второго стираешь за время БКБ. Но дальше очень трудно. Если вот Тейт в соло закрывал, опять же, дизайбл от белки, Doom постоянно бегает, да, ты не можешь нажимать кнопки, у тебя Ultimate нормально не работает. Причем тяжко. Очень-очень тяжко. Ну и много ошибок, которые еще, мне кажется, на этой карте было. Ему тяжело играть здесь, в этой игре. Ну, прямо реально тяжело. Он что не делает, он постоянно замедлен, либо встанет. Вот опять раз. Вот что ж, он ни одного удара не сделал, да. Вот здесь, кстати, тоже ошибка в вопросе того, что ему не... Ну, он находился супердалеко от команды, бегал с этим Aegis, его нашли и убили. То есть чисто классическая поясунка. Вот здесь, вот здесь БКБ вообще не было. Да, 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 то, что Урса здесь сделал, это вообще 10 и 10. Вот есть БКБ на имбаче, есть БКБ на Урсевича. Что происходит? Правильно, ни один из них не нажимает блокинг-бар. И Ultimate можно было нажать, и БКБ можно было нажать, чего угодно нажимаешь, чтобы выигрывать что-то драку. Легко и просто. Да, ну и Doom, конечно, великолепно зашел здесь, в Battlefield. Все-таки агонимный Doom, это очень-очень-очень мощно. Угу. Притом, что он далеко не лучшую игру исполнял. У него и на линии были проблемы, и в мидгейме его убивали. Вот эти вечные влёт, еще и попытку бит Тайт Хантера. Который... Вот зацените тайминг Global Silence. Вот это сейчас тот самый момент, где одна секунда решает. Вот он откатился. Откатился. Нет, вот он прямо сейчас откатился. И что? Ну и вот типа буквально через 5 секунд влетает лимит. Да. Обидно. Неприятно. Ну все потому, что не тайминг Global, да, ну то есть, будь это TI-тайминг, здесь очевидно, что все-таки на ощущениях больше нажимаются кнопки. Нежели на Верочку. И это при том, что все равно в тимфайт был довольно хорошо собран, даже без БХ. Ключевая драка была для них, так могли бы спокойно сейчас пацанов болить. Ну вот я думаю, что все-таки самая такая важная драка для них была действительно на Рошане. Надо будет чуть попозже. Вот этот момент тоже очень странный. Да, это вот тут заливка от мокинга в соло. Причем он подошел вплотную, типа... Ну, ему, конечно, нужно подойти, чтобы диаболиками и пульс новый дамажить, но... Не ожидал здесь таск, наверное, который так порвется, дамоч все-таки лишнее наносит. Вот он. Вот, вот этот драк прям, да. Тот момент, да, где минус сколько? 7 или 8 там сделали у нас. У. Э. Т. Угу. Нафига ему, блин, лотус на лимит для себя? Кто ему дает хоть какой-то направленный спел, хотя бы один? Ну, типа... 0 направленный спел. Постарый. Понимаю. 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 Понимаю, что это же вообще полный бред. Да, конечно. Тут, в общем, 0 скилов. Типа, возьми рефрешер, и ты будешь намного сильнее, у тебя будет 2 БКБ, будет веселье. А вместо этого ты собираешь лотус, который не работает против ничего, кроме гашетки. О, боже мой, он скидывает гашетку сам в себя. Невероятно сейчас, короче, откантрим. Ну, типа, Сайлон снимать с тебя, вы скажете. И то в такой долгой игре, поздно гоним бы, залутал с Рошана, и уже гашетка не влетает. Да. Да, ну хорошая игра от ОНТ. В любом случае ребята выигрывают 2-0, проходят дальше. Луна Гейминг, как у них продолжался вот этот спад? Так он и продолжается. Да, тут нормально уже. 44К преимущество. Ну что, они вышли, по идее, должны были выйти, наверное, после вот этих киллов в одну тысячу. За фраг. Нет? Не получилось? Эх. Маловато дает. У тебя 48. Там 50 тысяч преимущество по итогу получилось. А могли бы дойти до терпеть шмоток. А вместо этого не посмотрели терпеть шмоток. Да? Видно, обидно. Игра как бы уже не могла засверкать ярче. Обиднее. Я не знаю, что в этой жизни вообще может произойти. Я не знаю. Если не посмотреть терпеть шмотки в доте. Терпеть. Ну раз уж мы до 56 дожили, надо и до 60 было дожить. С удовольствием каждую игру смотрел бы терпеть шмотки. Это был бы д2 терпеть цел. Вот. Каждая игра 60 плюс минут. Вот это мечта. Вот это вот кайф. Такого дома, да. Сынтика, да? Одинаковая бдвай. Мечта ассистов. Трудновато тормознуть. Ну да, как раз, когда именно в ассистах то и решается, в принципе, вален то здесь. Мокинберр 25 на 4 на 16. В принципе, только одну ошибку такую прямо критическую, как по мне, допустил. Да, все остальное время идеально отыграл. В целом, тащил свою команду вперед. И видно, что на Лишаке ему суперкомфортно. Путш, кстати, ну и батч вообще 10 из 10 сыграл в сравнении с предыдущей игрой тоже. Много давал импакта, но в сравнении с Лишаком даже не близко. Ну, я думаю, что с ребятами из UNT мы, опять же, еще пообщаемся, да? С одним из игроков. Вот, можно будет поинтересоваться, мне кажется, про первую карту тоже. Потому что там их драфт нам понравился как раз меньше, нежели драфт оппонента из Luna Gaming. Можем не интересоваться, можем спросить, как вообще дела, как погодка. Как погода? В принципе, да. Солнышко светит сегодня, например, в Moscow City. Ну, это пока что. Кайтхантер 1000 опыта в минуту. 1000 опыта? Ну, 5 киллов, наверное, поставишь. Обычно разница между этим золотом и опытом, она не особо большая. Например, она одинаковая, да, там. А здесь 500. Ты золото лутаешь и 1000 опыта. Да, и урон Сэмочки. Сэмочки там один красивый момент, конечно, нам сделал. Да нет, Дэра, в принципе, нормально выкладывался. Он и на миде вот эта драка, где Урса не прожал БКБ. Ну, не по статье, по статье все понятно. В начале было очень тяжело. Так, и что это значит? Число. Пока мы ждем игрока, можно опять же обсудить то, что у нас уже есть одна команда, которая прошла дальше по нижней сетке. С кем они там засталкиваются-то? Покажите там сетку давайте вообще. Да, кстати, было бы неплохо, на самом деле. Если наш тетровальчик... У них там опасный вариант. Опасные парни? Опасные. Говорят, что облинился тетровальчик, да, я слышу? Ну, скажешь, что скоро... Скоро. Скоро, я понял. Понял, принял. Тогда я посмотрю. Поэтому ожидаем. X3 OneMove там в верхней сетке, мне кажется, самый такой интересный матч с точки зрения накала страстей, потому что что-то как-то я вот в OneMove и X3 пока в оба эти коллектива не супер верю. То есть на прошлом сезоне, конечно, X3 показали себя очень классно, но это был сезон, который последний до интернешнл. Не знаю, OneMove прям супер круто играют. Возможно, они как раз с нашим грузино-греческим стаком и встретятся в финале. Ну, скорее всего, да, опять OneMove, Monaspo. Классический уже финал. Да, и причем вчера как раз Василий приходил, говорил, что нужно этот гештальт закрыть. Финал, да, сколько там, четыре финала. Подожди, они один брали вроде, нет? Нет. Ни одного не брали еще? Ни одного. Три или четыре финала? Они либо проигрывали ББ, либо проигрывали Бреймом. Ну, который теперь Monaspo, собственно. Да, понимаю. Вот, сетка. Сетка. А что, у X3 и Shiketsu продолжают играть или нет? Или он перешел куда-то? Вот, кстати, хороший вопрос. Потому что я что-то слышал, что он где-то там с кем-то там сейчас тестится. Ну, очевидно, что сейчас непонятно, да, вообще. Постоянно команды меняют составы из-за того, что ReShuffle Time. Причем ReShuffle Time в этот раз очень длинный. Можно вообще зачилиться. Супер-глобальный. Слушай, по-моему, у нас был момент же, да, когда все были недовольны, что очень быстро закрылось окно трансферов. Я понимаю себя. Скорее всего, да, были недовольны. Года два назад, по-моему, был момент, когда, типа, объявили, или там три назад, объявили систему DPC и сказали, что, типа, вот смотрите, надо, короче, записаться на сайт Valve. И там буквально всем давали, что ли один, два или три дня чего-то такого плана. И кто даже не успел там найти команду и вот это все. Это то ли майские, то ли новогодние какие-то были окна. Да, да, да. Короче, какая-то лютая дичь произошла в вопросе DAT. И Lil там ругался, что он даже команду не успел найти, потому что анонс был... А, его же еще кикнули при этом. А, и у генерала была проблема, да, что там что-то кикнули, короче, чувака, и окно закрылось ровно в тот момент, когда его кикнули. Ну, по поводу Lil и DAT, там все DAT комьюнити расстроился прям очень серьезно. Это правда, да. Да, ну окей. Ждем опять же. После, по-моему, вот этого момента про него вообще забыли все. Как он не успел в окно попрыгать. Потому что заперся в квартире. Да. Все, теперь нормально. Ну и окей. Ну и отлично. Ладно, да. Ждем окончания решаффлов, опять же, да. И когда устаканятся у нас все коллективы и все составы, будет все понятно. Тем более, что сейчас решаффл такой происходит глобальный. Очень много слухов о том, что кто-то там куда-то переходит вообще в другие регионы и так далее. Там какие-то китайцы хотят приезжать в Европу и еще что-то. В общем, там много всех. На месте Китая я вообще всем бы регионам переехал куда-нибудь с точки зрения того, чтобы катать либо в юго-восточно-азиатском регионе, да. Либо в нашем. В европейском вообще кайф катать, потому что самые сильные команды. С другой стороны, тогда салты надо увеличивать. А так, вот у меня вопрос у тебя, Серега. Вот если бы ты играл бы... Ну, ладно. Если тебе сказали, тебе надо придумать название для команды, в которой играет Safe, Nightfall. Кто там еще у них должен быть? Возможно, Pure. Вот. Ну, короче, вот этот вот состав, который все ждут и потом кто-то подпишет наверняка. Какой-нибудь крутой. Вот какое название ты уходил? Уж был уже такой мейк. Мисфит. Понимаю. Мисфит. 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 Понял. Я досмотрел. Я досмотрел. Неплохо. Пацаны, объясните, пожалуйста, почему у меня реликвии не качаются. Некоторые, например, дал на инвокере 15 киллов и 10 помощи, в реликвии засчитали только помощщики, вы не прибавились. Что делать? Егор. Короче, Егор, это ты придумал вопросы на наш шоу. Я понял. Пришел ты, который... Да, да, да. Правда или ложь, что реликвии, короче... Ну, правда. Получается. Без проблем. Слушай, к тебе за помощью обратились, а ты, короче, берешь и... Я не знаю, честно. Я вот... Вот эти все штуки, которые в лобби обычно, какую-то шнягу нужно там вкачнуть, получить какой-то левел, я вот вообще... Я тоже не понимаю, зачем нужны реликвии. Кто-то объяснит, зачем нужны реликвии? Кто-то в курсе? Не знаю, может быть, Тоша в курсе. Там ты за них хотя бы что-то лутаешь. Ну, то есть я понимаю, что ты тратишь дота-плюсовские баллы, чтобы засунуть... Самое полезное, что есть в доте, это дот-плюс. Все, больше ничего не полезно. Потому что там тайминг отводов ты имеешь. Он просто полезен. Мужчина, я понял, что вы не очень поняли, но у нас Тоша на связи. Тоша в курсе, может быть, про реликвии. Давай. Давайте общаемся с ним. Тоша, привет тебе. Привет. Ну что, я думаю, давай сразу с тобой поговорим по поводу первой карты. Мы, на самом деле, тут обсуждали драфт на первой карте ваш, и было ощущение, что он немного маловато контроля имел. Как ты считаешь, все-таки у вас был посильнее драфт, чем у оппонента, или оппонент просто вообще не проснулся по игре именно? Я думаю, просто лучше стояли линии, как бы сделали правильный акцент на топе, и просто, думаю, ребята равно стояли в боте, и из-за этого у нас такие вышли ситуации лучше. Просто лайнинги сейчас очень много решают, поэтому, я думаю, драфт у нас хороший, более чем. Окей, круто. Серег, давай какой-нибудь твой вопрос. О, у нас ведущий не придумал вопрос, нормально. Ведущий не придумал вопрос. Не готовился, парень. Ну, про вторую карту расскажи, что там у нас вообще интересного было? Почему так долго? Почему так затянули именно? Вроде такой неплохой старт был, могли спокойно доминировать. Ну, вторая карта была светливой, немного не могли понять, как мы будем нажимать кнопки, в каком порядке. И долго приходили к общему пониманию какому-то. И, в итоге, просто в один момент собрались и, значит, принимаются правильные, более верные решения. Вот, поэтому... Игра была легкая. Ну, как и легкая. У нас драфт тоже, опять, очень хороший драфт. Мне понравилось во второй игре драфт даже больше, чем в первой. Много контроля. Керри Дум с агонимом. Тейтхантер. Им очень тяжело драться. Или шаг. Ну, там Урса вообще не играл, да. Вы просто рефрешеров, наверное, ждали на Сайлсере и как раз Тейтхантере, чтобы этих, ну, кнопок было огромное количество, чтобы и в Блэкенбарах ничего не издавалось у них, да. И еще и Блэкхолл этот как раз глобалом вторым накрывать, чтобы шансов не было. Да. Вы когда Думу пикали, вы думали, что он, типа, сразу пойдет на Юнису, или вы свапали его с позиции 3 потом на ласт пик Тейтхантером? Да. Мы свапали, потому что Думу очень... Фрекс был герой. При желании его можно на четверг отправить, но он будет в плане намного меньше функций, чем другие герои этой позиции. Поэтому, да, только так. Угу. Слушай, кстати, есть к тебе еще один вопрос. Ждем очень сильно патч. И вот интересно, что бы ты именно поменял в этом патч в будущем? Что бы ты, может быть, убрал, добавил? Самый популярный ответ – это убрать или пофиксить рейспакт. Да. Как ты считаешь? Да. Удалить рейспакт или сделать вам более балансным. Потом я бы хотел баланс у некоторых героев. Ну, в принципе, меня патч устраивает, помимо рейспакта. Да, остальное все, в принципе, окей. Не сказал бы, что он как-то надоел, как прошлого, например, который до этого был. В принципе, все интересно. Герои... Сейчас даже на мид открываются новые герои интересные, которые вполне вязабельные. Поэтому... А каких бафнул бы ты только что сказал? Каких? Есть какие-то, может, примеры? Пару списочек такой небольшой? Каких бафнул бы? Ну, инвокера бафнул бы. Инвокера давно не играл. Хотелось бы поиграть. Кунка тоже надоел. А, и в эти председряпы фиксили. Мне кажется, в эти председряпы фиксили из прошлого патча. Вот. Ну и... Да, в принципе. Ну и Лину хотят бы, чтобы понервили. Я ненавижу Лину. Принято. Отлично. Ладно, спасибо тебе огромное, Тоши, что пришел к нам сегодня. Поздравляем тебя еще раз с победой. Ты 2-0, ты обыгрываешь Луну Гейминг и выходишь, опять же, по нижней сетке дальше. Увидимся снова. Возможно. Спасибо вам. Спасибо. Димон, ты что-то хотел сказать? Добавил тебе, да, вот эту ложечку дегтя? Да, возможно. Возможно. Я тоже думаю, ничего себе, что значит возможно. Возможно? Ну, возможно, если он выиграет. Был бы ты в Бразилии сейчас? Нет. Ну, был бы я в Бразилии. В Бразилии. И брал бы такое интервью. Там есть одно. Только у них формат забавный. Ты видел эту тему у USL-ов? Ну, глазлично. Короче, они делают после матча или там между картной, короче, въезд с ведущим, которая такая, я только что пообщалась с игроком, и он мне сказал вот это, вот это, вот это. Да, она еще говорит, смотри мне в глаза всегда. Да, да, да. Ну, это понимаю. Я то, что они не берут игрока между картными, например, да, и не разговаривают с ним. И типа, ну, на видео это все показывается. А они просто говорят, я вот встретился с чуваком, он мне сказал это, это, это. И такой, вот это формат, это интересно. Вот это новый подход. Говорит, а мой друг? Да, да, да. Вот, он мне рассказал такую историю. А встреча с фанатами? Вот этот фанат, короче, он мне сказал, что вот это классно, да. Но мы его не покажем, он там. Ну, ничего страшного. Ладно. Друзья, у нас впереди еще два Best of 3 матча на сегодня, но, опять же, один из них начнется в 5 часов вечера по Москве, так что у нас будет пауза перед этим матчем, перед этой встречей. И далеко не разбегайтесь, скоро вернемся. Вот.